Прямая борт. Ездим на борт. Новые космические корабли, автоматические станции и аппараты, полёты к Луне и Марсу. Свой титул космической державы Россия уступать не намерена. Главное, подъём. Только в декабре прошлого года с космодрома Байконур проведено пять успешных стартов. Ракета-носитель «Зенит», два «Протона» и два «Союза» вывели на орбиту три космических аппарата, груз для МКС и пилотируемый корабль. Это обеспечивается благодаря чёткой и слаженной работе и большому опыту тех людей, которые работают здесь на Байконуре и в составе боевых расчётов приезжают предприятия промышленности. Надо сказать, что действительно я слышу от коллег из Министерства обороны, которые сюда приезжали, они действительно впечатлены и серьёзно оценивают тот уровень подготовки и работы наших специалистов, который позволяет именно обеспечить в короткий срок такое количество пусков. Незадолго до Нового года с первой гагаринской площадки космодрома отправился к МКС экипаж в составе Юрия Маленченко и двух Тимати, Копры и Пика. Причём Тимати Пик — первый после 25-летнего перерыва британец на орбите Земли. Эксперименты, связанные с биологией, медициной и человеческим телом, предстоит провести Тиму за эти полгода. Эксперименты с плазмой проводятся вместе с российскими коллегами. Тим тоже будет наблюдать за плазмой в условиях микрогравитации. Взаимодействие Роскосмоса с Европейским космическим агентством проходит не только по пилотируемой программе, но и в научной сфере. Сегодня один из главных международных проектов — Экзомарс. Такую миссию в настоящее время сложно реализовать одной страной. Всегда легче такие масштабные миссии реализовывать совместно, объединяя усилия как в финансовом плане, так и в людские ресурсы, интеллектуальные ресурсы. Орбитальный испускаемый модуль Экзомарса уже на Байконуре. В марте этого года планируется запуск межпланетной станции с помощью российской ракеты «Протон». Ученые из Института космических исследований Российской академии наук несколько лет создавали специальные приборы, которые установлены на аппаратах Экзомарс. Есть два российских прибора, но один из них состоит, в свою очередь, уже из трех независимых спектрометров инфракрасного диапазона. Это именно то, что нужно для исследования атмосферы. Приятно сказать пока своему чаду. Мы работали с ним последние несколько лет, и, наконец, он готов. Еще один совместный международный проект связан с космодромом Байконур, российским космопортом на территории Казахстана. В минувшем году были утверждены планы по его развитию к строительству российско-казахстанского комплекса «БТРЭК». Возможно, комплекс будет развиваться на базе новейшей российской ракеты-носителя «Ангара». Идет проработка вопроса о месте создания этого космического ракетного комплекса, его облике. И решается вопрос все-таки возводить его и строить на базе ракет-носителя «Ангара» или на другом ракет-носителе. «Ангара» станет второй ракетой, пуски которой планируются с нового космодрома «Восточный». Первый же пуск с «Восточного» запланирован весной. И это только начало. На первом этапе, когда будет работать «Союз», то требованиями предусматривается обеспечение до 10 пусков в год. Я думаю, что с вводом второй очереди мощность его удвоится. На «Восточном» планируется в полном смысле этого слова центр подготовки космонавтов со всеми объектами, которые необходимы для этого, чтобы можно было вести и предполетную подготовку, и полноценную тренировку, и подготовку по всем программам перед полетом. Первый пилот. Экран номер два. Сближение. Новый корабль, который, возможно, получит имя «Гагарин», еще создается в цехах РКК «Энергия». А летом с Байконура к МКС отправится модернизированный «Союз МС», который будет пилотировать международный экипаж Анатолия Иванишина. В начале следующего десятилетия мы запустим новый пилотируемый транспортный корабль. Сначала в беспилотном варианте, и в 2023 году надеемся запустить уже пилотируемый корабль. И вторая половина следующего десятилетия для нас ставится тем временем, когда мы будем уже стремиться обеспечить полеты сначала облет Луны, и потом к концу десятилетия и полет на Луну. В космосе границ нет. Успешное освоение Солнечной системы возможно только интернациональными экипажами. Ради будущего всего человечества.